Всем привет! Сегодня разбираю планировку из Пинтереста с двумя спальнями и одним общим пространством. Поехали! Ну что такое, ну? Рекламная пауза, ну что такое, ну? А это рекламная пауза, товарищи, в которой я расскажу вам о своей услуге. Называется она разбор планировок. Дело в том, что вы можете прислать мне планировку своей квартиры, а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний, которые я применю и сделаю так, чтобы ваша квартира стала удобной, функциональной и в будущем красивой. Ведь планировка это 50% всего дизайна, как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире. Обращайтесь, ссылочка в описании. Как я уже говорил неоднократно, планировки из Пинтерест отличаются красочностью. И это не исключение. Мы смотрим на эту квартиру как бы сверху и ощущаем объем всего пространства. И это прекрасно. Это и подкупает. Вот, кстати, нашим застройщикам нужно взять на вооружение. То есть пользоваться этим приемом, потому что это еще круче того, чего они показывают. Потому что, ну это же сразу же, вот тебе хочется прямо туда смотришь и какая красота, думаешь ты. И вот скорее покупать. Короче, разбираем очередную планировку. Начинаем со входа. По всей видимости, вход это вот эта вот дверь. И когда мы заходим в эту дверь, то мы, о ужас, попадаем сразу же в гостиную. Никакой тебе прихожей, некуда повесить одежду. Возможно, эта прихожая где-то осталась за кадром. Возможно. Но на данной планировке ее просто нет. И непонятно, куда вешать куртку, ставить ботинки, зонтик класть и шляпу вешать. Ребята, это, конечно, фиаско. На мой взгляд. Но, повторюсь, возможно, она где-то там осталась. Ладно, попадаем в гостиную. Она, в общем, достаточно большая, просторная, удобная. Все зашибись. Идем дальше и попадаем в увеличенный коридор а-ля холл, из которого сделали столовую. Ну, такая. То есть, коридор. И в коридоре такая вот столовая зона. То есть, стоит стол. На мой взгляд, абсолютно по-дурацки. Потому что нет ни окон, какой-то вход скошенный. Вообще, стол какой-то непропорциональный. И кроме стола ничего нет. Просто голые стены вокруг. Стоит цветок, который завянет, понятное дело, потому что света нет. И отсюда же вход на кухню. Кухня почему-то закрыта стеной. То есть, ограждает попадание дневного света. Ну, просто стенка загораживает этот свет. И получается, все время нужно пользоваться какой-то люстрой будет. При готовке это не очень удобно. Вообще, не очень комфортно находиться долго в каком-то помещении без естественного дневного света. Поэтому нужно здесь это исправлять. Сама кухня, ну, вроде бы, по размеру достаточно. Есть холодильник, есть достаточно места, чтобы развернуться. Как бы с этим все хорошо. Но вот света-то нет. И это плохо. И вот этот вот весь узел в связи с этим я бы, конечно, пересмотрел кардинально. То есть, я поставил бы стенку каким-то вот таким образом. Вот это бы все превратил в гардеробную. То есть, зашли и сразу в гардероб. Дальше я бы поставил как-нибудь кухню, допустим. Ну, может быть, вот так вот. Дальше, может быть, вот так бы ее завернул. Или наоборот. Вот здесь основной объем. А сюда бы какой-то остров поставил. Сюда бы стол сместил. Все бы у меня влезло. Сюда бы хоть какой-то дневной свет попадал. Ну, здесь гостиная пускай будет. Раз уж так нарисовали. Идем дальше. Попадаем в приватную зону. Здесь три двери. Налево это гостевой санузел. Он же для детской. По всей видимости, это детская. Сразу же детскую и рассмотрим. Тогда попадаем в детскую. Этот вход получается напротив входа в ванную комнату. И вот это сразу же здесь говорит о некой непродуманности, на мой взгляд. Потому что, если мы откроем обе двери, то прямо с постели мы будем видеть ванную комнату. Ну, во-первых, это не очень как бы приятно. Во-вторых, это звуки по прямой идут в спальню. Тоже не очень хорошо. Поэтому нужно здесь эту историю переиграть, на мой взгляд. Здесь мы видим еще шкаф. Причем это не просто шкаф, а гардеробная. Причем гардеробная какая-то нелепая. Потому что она не глубокая. Вот это вот расстояние всего-навсего вот здесь вот 80 сантиметров. Ну, примерно. Это значит, что мы повесили одежду на 60 сантиметров глубиной. У нас осталось 20 сантиметров, которые, ну, мы же не расплющимся в 20 сантиметров вот так вот. Ну, то есть оно получается абсолютно бесполезным. Почему не поставить просто шкаф глубиной в 60? Нет, почему-то строят стену. В нем большой портал с какими-то дверками. Типа, вот смотрите, какая красота. По-моему, фигня полная вообще. В общем, надо шкаф поставить. Причем не сюда, а шкаф нужно поставить вот сюда. К этой стене, вот к этой стене, чтобы кровать передвинуть вот сюда. Кровать передвигаем сюда, ставим ее вот к этой стенке. И тогда при открытых дверях мы не будем видеть ванную с кровати. Понимаете? Здесь у нас место останется под стол, как здесь, кстати говоря, нарисовано. Но шкаф скроется вдоль всей вот этой стены. И не вот этот гардероб дурацкий, а просто шкаф. Для комнаты мы выиграем 20 сантиметров плюсом, а для шкафа все равно. Ну, то есть, ему не нужны эти 20 сантиметров. Дальше остается мастер-спальня, так называемая, в которой нет шкафа. Это как? Заходим. У нас дверь душевая. Понятно, раковина, унитаз. А вот шкафа я не вижу. Стоит скромненько кровать. Одна тумбочка. И все. Где раздеваться? Что делать, товарищи? Ну, наверное, тогда нужно смещать кровать вот сюда. Шкаф ставить, наверное, вот сюда. И тогда мы будем заходить в некий внутренний коридорчик. С этой стороны доставать одежду. Она же нам преградит визуально путь нашему зрению. Короче, преграда между кроватью и ванной. То есть, мы визуально не будем напрямую видеть. И, кстати говоря, слышать, потому что это в том числе преграда для звука, хоть какая-то. Вот. И тогда получается уже что-то более-менее удоуборимое. Вот. Ребята, опять весь вопрос в нюансах, в деталях. Понимаете? То есть, вот многие покупаются на эту красивую картинку. Смотрят. О, классно, берем. А потом, когда вот уже вроде бы все сделали или в процессе делания, возникает вопрос. Ёлы-палы, а куда я свое вечернее платье повешу? А куда костюмы? А куда трусы с майками деть? Уж извините за подробности. Но это такие бытовые моменты, которые дизайнер в том числе должен решать. Потому что, если мы не решим, где будут храниться эти многочисленные вещи, то, извините, потом пользователь этой квартиры навалит их, где попало, и дизайну конец. Все, не будет дизайна. Потому что все будет валяться. Понимаете? Вот, друзья, поэтому обращаем внимание на каждую мелочь, на все нюансы, двери, хранение. Ну, в общем, вы поняли, да? Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваши комментарии. Ну, а на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!